По просьбе моего зрителя Константина Рудова я передаю привет следственному комитету. Спайсы, сохрани вас, ребятки, меня зовут Александр Форсайт, и это свежий выпуск моей самой, что ни на есть, субъективной передачи. На самом деле, видимо, это никнейм или что-то в этом роде Константина Рудова, поэтому, кто бы это ни был, передаю привет СК. А также мой дружище Game4Brothers пишет, что насчет экранизации романа Пелевина Generation P. Ты про этот? Ничего так. Ну, то есть, конечно, книга лучше гораздо, но и фильм получился более чем достойный по меркам современного российского кино. За все время это пока что самый поздно записываемый выпуск, потому что сейчас уже первый час ночи, но мы все равно не отступаем от намеченного плана, снимаем его. Однако же с вопросами придется все-таки немножечко умерить пыл. Буквально парочку еще вопросов я зачитаю. Илья Медведев пишет, расскажи свое мнение о 9 мая. Нужно ли его праздновать? И как ты думаешь, стал ли парад на Красной площади некой показухой военной мощи, нежели дань памяти ветеранам и победе во Второй мировой войне? Илья, просто подружески поработай мальца над формулировочкой, но я тебя понял. Пожалуй, вот на этом вопросе мы сегодня остановимся, потому что это отличная подводка к моей сегодняшней мысли. Я бы хотел поговорить о девальвации, об обесценивании праздника. Не только 9 мая, но возьмем хотя бы Пасху, христианский светлый праздник, который невероятно обесценивается в последнее время. Я объясню почему. Вспомним, чем 9 мая являлась после, собственно, победы и где-то до начала 2000-х. Это вот этот вот праздник с сединой на висках, со слезами на глазах. Это почтение к ветеранам, это воспоминания о той войне, о нашей нелегкой победе в ней. Это действительно был праздник, а теперь это бренд. И если хоть как-то еще можно смириться с тем, что победа над гитлеровской Германией это бренд, еще как-то можно сказать, что какая нация не пытается возвести свою победу в статус пиар-проекта. Ладно, с этим мы можем как-то смириться, но вот посмотрите, Пасха. Христианский праздник это априори религиозная вещь, это не может становиться способом навара, прущим из всех щелей. Однако посмотрите, меня поразило, я пришел в супермаркет купить еды просто без всякой задней мысли. Я даже не за куличами пришел. До Пасхи еще было где-то недели три. И я вижу бананы в производстве, что-то там Марокко или какая-нибудь другая Африка. И на них наклейка Светлой Пасхи. Серьезно, на бананах наклейка Светлой Пасхи. Ладно, идем дальше. Светлая Пасха прет отовсюду. Гигантские билборды с праздником Пасхи. В метро увидел рекламу книжного магазина, которая гласила, что если ты придешь в книжный и на кассе скажешь продавцу Христос воскресе, тебе дают скидку в 10%. Я клянусь, что я это видел, могу сказать даже где, это был выход со станции Повелецкая. То есть вот эскалатор, вот плакат, скажи продавцу Христос воскресе, ну кассиру, и получи скидку в 10%. Причем акции действуют с 1 по 30 апреля. То есть это весь месяц. Если даже не то, чтобы Христос еще не воскресе, Христос еще даже не распяли, а мы уже как бы такие, ну ты знаешь, так, все будет. Ну братан, ну тогда вот тебе книжка со скидкой. Это же полный, полный ужас. И это и есть оскорбление чувств верующих. Тот редкий случай, когда за него действительно лучше бы виновных, ну если не покарать, но так, знаете, по-отечески перед миллионами по телевизору пожурить, потому что это игра на совершенно невероятном низком уровне. Еще я помню, по-моему это была реклама то ли Оби, то ли Леруа Мерлен, то есть что-то вот такое вот для хозяйства дома, сада, огорода. Там была реклама унитазов, что мы унитазы со скидкой, фаянс, офигенные итальянские унитазы, а потом слоган. Низкие цены, вечные ценности. Но здесь я вообще рвался. То есть как бы здесь одновременно, конечно, ужасно смешно, но это же по-плохому смешно. Это уже девальвация всего морального, этического опыта человечества, когда можно унитаз назвать вечной ценностью. Косвенно, конечно, но можно. Вернемся к праздникам. Ладно, оставим Пасху в покое, оставим в покое Рождество, которое также муссируется в этих же сферах и в этих же смыслах. Вернемся к празднику Дня Победы. Я считаю, его отмечать надо. Я всегда радовался военному параду на Красной площади, потому что это действительно вызывает гордость за мою страну, за мой народ, который победил Великой Отечественной. Но мне не нравится вот именно рыночная составляющая этого праздника, эти георгиевские ленточки, которые повязывают люди, которые даже не знают, кто командовал какой армией. Понимаете, когда знак Победы повязывают люди, которые не читали в августе 44-го, не смотрели советские, настоящие советские фильмы про войну, ну, в большинстве. Их не знают, такой фильм «Подвиг разведчика» им скажешь, у вас продаются славянские шкафы, они не понимают, о чем речь. Когда эти люди повязывают ленточки, вы понимаете, что это уже не имеет ничего общего с первоначальным смыслом праздника. На все ваши вопросы будут даны ответы, просто не сегодня, потому что записываем поздно, и, во-вторых, в прошлом выпуске вроде как договорились. Так что до завтра, с вами был Александр Фарсайт, поделитесь этим видео с друзьями, может быть, на канал подпишитесь. Спаси и сохрани!